Девушки отдыхают Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Давайте за 100. Со ста ты будешь начинать на пенсии, когда будешь считать свою мелочь. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Мотоцикл? Да. У меня есть огромная семья. Если я выпью, то я бог там спала. От него зависит, будут ли за него бороться. Так, жучки, я думаю, хватит, да? Посмотрела бы ваша танго, это было бы очень эпично. Или сольют. Нафига мне 17-летний малолетка? Фу, я пас. Я пас. Что, Стаса Михайлова? Я пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Не люблю рэперов, да и к тому же он старый. До свидания. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Уходи отсюда. Ну и уйду. А вы оставайтесь тут. Иди, старушки. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Что, теперь моя очередь выбирать? Ты можешь забрать меня или пиавку в голубом. Прямо сейчас пять девушек вступают в борьбу. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Елизавета. 20 лет. Обожает творческий подход. В том числе и в отношениях. Мечтает встретить парня с хорошим музыкальным вкусом. Анастасия. 16 лет. Знает 10 причин, почему она лучше всех. Надеется, что есть парень, достойный ее. Вероника. 25 лет. Девушка с твердым характером и трепетной душой. Обожает спортивных парней. Марина. 26 лет. Настоящая звезда. Любит себя, впрочем, как и все красивое. Ищет красивого и умного парня из хорошей семьи. Ксения. 22 года. Девушка без тормозов. На большой скорости может сбить любого. Соперницы не становитесь у нее на пути. Отдаст сердца состоятельному мужчине. Привет, девочки. Не обижайтесь. Без обид. Тихонечко сидим. Я пришла забрать лучшего мужика. Поэтому, в общем-то, вы и так обиженные, конечно, жизнью, планетой, земля. Но, надеюсь, вам, конечно, повезет. Найдете хорошего. Но лучше достанется все равно мне. Да? Так, а ты, Гарри Поттер, ты что пришла? Я за свою любовь пришла, за свою жизнь. Не-не-не, за любовью, пожалуйста, в Хогвардс. Не туда. Ну да, посмотрим, посмотрим, кого выберут мужчины. Да. А я не тебе. Мы это еще увидим. Тебя точно нет, так что успокойся. Я предлагаю начинать 500. Это лучший выбор. Поверьте мне. Ладно, смотрим тогда за 500. Максим, 22 года, романтичный хулиган, бывший профессиональный хоккеист, сумеет увлечь девушку одним взглядом. Романтичный хулиган мне нравится. Мне кажется, мы подходим друг другу по стилю. Я в игре. Что ж, 22 года, ровесники, ну, ладно, 500 так 500, посмотрим. В игре. А я люблю молоденьких, поэтому я в игре. Для первого раза интересно. Посмотрим. Ну, рассказали, что красавчик. Посмотрим, давайте я в игре. Я оценил себя в 500 баллов, потому что я считаю себя образованным, красивым, достаточно интересным парнем. Что у тебя с волосами? Что это за прическа такая? Ты чего не постригся вообще? Это мой образ. Это мой образ. Я люблю свою прическу. Люблю свой образ. О, боже мой. Нет. Где нормальные мужики? Я пас. Пройдись. 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 О, еще один Гарри Поттер. Это же к тебе. Забирай давай его. Да с удовольствием. Повышаю. Шух. Кто еще хочет? Кто еще хочет? Ему повезло. Не мое, я пас. Я тоже повышаю. А ты что, как первый раз девочку увидел? Я? Я нет, почему? Тебе это кто нравится? Я на самом деле, на самом деле, я хочу, чтобы девушки себя проявили и... Подожди, тебя выбирают, не ты выбираешь. Ну почему? Я тоже хочу узнать девушку. Так, и нам еще себя проявлять-то надо. А я иду ва-банк. Так не честно, я тоже иду ва-банк. Да? Да. Итак, девушки, я понимаю, выбор за мной. Вы на самом деле потрясающие обе и очень интересные. Но я выбираю вас. Ура, давай, давай, собирай хоть одну. Я не прилетела в Фогвард. Не спалите там все. По-моему, они прекрасная пара. Пока-пока. Ребятки, не колдуйте раньше времени. А Максим мне понравился тем, что он хорошо выглядит, при этом он творческий человек, как и я, у нас много общего. Анастасия мне полностью подходит, как моя спутница, как вторая половинка. И также меня заинтересовали ее внешние данные. Я думаю, что у нас с Максимом может что-то получиться после проекта, но надо будет пообщаться. У нас с Анастасией есть будущее, и я буду стараться воплощать ее мечты, так как я мужчина, опять же, ее грез. Ну что, Лиза, пошла ва-банк. Ну, называется, иди гуляй, иди домой, а мы тебя предупреждали. Увы, не судьба, значит. Пропукала свое счастье. Не жалею. Пока. Пока-пока. Удачи, девчонки. Не возвращайся. Иди плачь дома. Девочка в шапке меня раздражала, постоянно комментировала ненужные вещи. Неприятная личность. Она себе точно никого не найдет. Я ушла с проекта без парня, наверное, потому что не судьба. Ну и ладно, пускай катится. Найду себе намного получше. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Матильда. 23 года. Принцесса андеграунда. Ненавидит все обычное и скучное. Ее герой должен выделяться из толпы внешне и внутренне. Василина. 21 год. Милая и добрая девушка. Обожает быть в центре внимания. Ищет парня, который будет носить ее на руках. Ты просто голову помыла и пришла сюда сразу, что ли? А что пришла ты? Я пришла посмотреть всех и выбрать самого лучшего. А вы останетесь здесь до конца своих дней вообще. Ой, пупсик, можно тебе совет, пожалуйста? Увидишь своего любимого, вот так вот делать не надо. Это пошло и дешево. В прошлый раз хотели за 500? Так это не очень. Он был, может, подешевле. Да, не будем тратить на них сердечки. 300, 100. Давайте за 100. Оптимальный вариант, да? Давайте за 100. Сравним хотя бы 500 и 100. Что это? Да. Соточка. Надо на него посмотреть, пощупать, потрогать и так далее. Я в игре. Я пас ненавижу рэперов. Вообще, это чушь не знала. Ну, понятное дело. Как будто какают ртом, не знаю. Ну да, тебе только эмот. Ну, в принципе, посмотреть можно. Я не говорю, что я его выберу. Но посмотреть однозначно стоит. Я выгодно. Господи, да что там смотреть? Сразу же понятно, что какой-то лошара придет затрыпанный. Господи. Зато раз поет нам, прочитай. Фу, какой рэп. Фу, я пас. Фу, я пас. Фу, ты что там? Все, все, давай. Не надо тебе, не нужен тебе никто. У тебя все свое, все есть уже. Я отценил себе 100 баллов, потому что у меня есть на 100 баллов все. Слушай, детка, пойдешь со мной в Мальдивы. Моя конфетка. Я тебе помогаю, смотри. Молодчина прям. Давай продюсером будешь, короче. Вместе трек запишем, да? А можешь вот так? Хочешь? Микки Маус и. Как его Дональд Дональд? Да, начивись. Знаешь такого мультика, это я озвучил. Я пас. Да, мне тоже 100 сердечек было не жалко. Прикольно, но рэпчик так себе. Я пас. Классный, хороший пацан. Ну, пусть идет уже. Петь, читать, рэп. Повеселил нас, и классно рэпчик читал. Когда-нибудь мы увидим его на телевидении. Дональд 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 Дональд. Уверена? Так думаешь? На каком-нибудь его национальном. До свидания, наш ласковый надырчик. Я ушел с проекта без девушки, но это не так на самом деле. Это они меня потеряли, не я их. Может, в следующий раз я найду то, что я искал. Ну, попробовали 100, попробовали 500. Золотая середина. Давайте же за 300. Давайте. Аура медиокритес. Вдруг нам Джонни Депп тут выйдет. Да. Ну все, за 300, мальчики за 300 самые жаркие. Александр, 23 года, очаровательный тусовщик. Острослов, разведен. Ищет девушку строгих взглядов и легкого характера. Не нравятся мне тусовщики, знаете. Тем более еще и разведен. Не, я пас. Меня тоже смущает то, что он разведен. Тусовщик, конечно, классный. Я сама тусовщица. Но все-таки не мое. Нет, я, пожалуй, пас. Ой, девочки, ну что ж вы сразу крест ставите-то на человеке? Ну, женат был. Ну и какая разница? Я посмотрю. Наверное, ему жена изменяла. И, может, он хороший парень. Я в игре. Я поиграю. Ну, острослов. Звучит прям, не знаю. Ммм, играю. Я так решил, потому что я стеснительный и неуверенный подросток, который не знает, что он хочет. Нет, спасибо большое, но я откажусь от такого женатика. Да. Есть творческие таланты какие-нибудь? Поешь, танцуешь. Ну, я так и не... Отжаться сможешь хотя бы? А? Отжиматься. Отжиматься. Да? Давай вместе, кто больше? Давай. Давай. Марин, я в тебя верю. Давай, поехали. Не-не-не, подожди. Подними вот это вот. Попу опусти. Опусти попу. Так, поехали. Раз, два, три. Давай. Раз. Я тоже не умею. Видишь, у меня тоже не получается. Давай. Блин, даже у Марина больше получила чай. Смотрите, у нас последний. Молодец, молодец. Марин, ты же его сломаешь, блин. Это же на твоей совести будет. Молодец, ладно. Обнимаешься. Спасибо. Браво. Я люблю обманщики. Прелесть. Послушай меня, пожалуйста. У меня вообще слов нет. Так, девочки. Что вы налетели на мальчику? Нет. Не мое. Ну, ладно. Тебе нужно пока-пока. Автостат отсюда. Давай. Ну, я еще вернусь. I'll be back. Блин, звучит как угроза. Я понимаю девушек, почему они не выбрали меня. На их месте я сам бы себя не выбрал. Я вновь хочу прийти на проект. И, возможно, я встречу свою настоящую любовь. За 500 не вдохновила, за 300 тоже. Вот 100 еще было куда не шло. Да, вернемся. Давайте за 100 выбирать. Давайте за 100. Шамиль. 19 лет. Хозяин своего слова. Обладатель идеального слуха. Уверен, девушка, которая его выберет, никогда не пожалеет. Слушайте, вот, знаете, в наше время мне очень нравится, когда мужик вот сказал и сделал. Вот это очень круто. Либо даже не сказал, а просто сделал. Да бывают 19-летние вот поумнее, чем 40-летние. Я в игре точно, 100%. Мне просто интересно. Я в игре. Он слишком молодой для меня. Зато горячий. И я... Жаркий. Я пас. Жаркий, горячий мужчина. Я пас. Я пас. Потому что, наверное, это мое любимое число. И потом как-то оценивать себя куда больше. Это такое не очень культурно, думается мне. Привет! Я смотрю, модный, да? Свитер. Да. Цвет хороший. Может быть. Горчичный цвет. Сочетание у него. Мне кажется, он немного смущается. Все, я повышаю. Я повышаю. Классный ты. Спасибо большое. Нравится мне все. Вот главное держит слово. Это же обалденно. Вообще-то, тут еще есть я. Ты говоришь, что ты поешь? Да. Споешь? Спою. Песни группы One Direction. Не знаю, слышали, наверное. Да не знаю, спой уже. Давай, да. Я инсекюр, до ногофа. You turn your nets when you walk to Zendal. Don't name me cup to cover up. Being away that you are easy now. Вабанг! Ва-банг! Блин, ну я не знаю. Просто очень классный мальчик. Очень круто поет. Я сама пою. Борис, Борис тогда. Смотри, Маринка взяла там что-то там. Я тоже иду ва-банг. Я... Сливать. Иди тоже ценуй, забирай. Все, все, я понял, я понял. Но... Я думаю, ты считалочкой будешь выбирать. Вышел месяц из тумана. У-ху! Е-е-е-е! У меня не было сомнений! У-ху! Если честно, я тоже не сомневалась. Пока, девчонки! Пока! Давай, Даша! Ходи-будечка! Она должна уже воспитывать сына. Должна! Все, мы уходим. Оставайтесь тут. Пока, ребятки. Пока-пока! Счастья! Пока-пока! Убим! Мама нашла своего сына. Ну, ребят. Девочки остальные все сидели, думали, пока я сопли туда-сюда, я уже забрала себя. Я выбрал Мару, потому что она симпатичнее была, чем та девушка, которая выбрала меня. Полюбила я Шамиля. Классный пацан, вот прям молодой. Можно из него воспитать мужика классного, хорошего. Я думаю, будем жить долго и счастливо. На метро кататься, там, музыку вместе слушать. Один наушник на двоих у нас будет романтика. Я не любитель просто, в принципе, отношений. Я не сильно от них завишу. Это происходит, как это происходит. То есть, это дело все-таки одного дня и одного мгновения. Но я не уверен, что оно именно сейчас и произошло. Не получилось тебе сегодня. Забрал не ту. Ну, что делать? Он еще об этом пожалеет, девочки. Попомните мои слова. А вам хорошо оставаться. Пока. Спасибо, да. Пока-пока. Пока-пока. Крутим барабан. Ну, если честно, меня очень бесила девочка с этими розовыми волосами. Я даже не запомнила, как ее зовут. Она просто разговаривала как-то по-колхозному, что ли. А остальные девчонки, ну, в принципе, нормальные такие. Ну, конечно, им далеко до меня, но нормальные. Я думаю, Шамиль будет очень сожалеть о том, что выбрал не меня, а выбрал мою конкурентку Марину. И думаю, у них ничего не получится. Он будет вспоминать меня еще долго. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Светлана, 29 лет. Знает себе цену. Сумеет поставить соперницу на место одним только взглядом. Ищет честного и верного мужчину. Ну, привет. Привет, конкурентка. Ну, нет, я вам не конкурентка. Да-да, ты мне не конкурентка. Вы все тут мне не конкурентки. Извините, пожалуйста. Перенапудренные курочки мне не конкурент. Перенапудренные курочки. Ко-ко-ко, да? Это ты? Это твое, да, стиль. Вот этот Сергей Зверев. Надо тебе хорошего прихмахера посоветовать. А в студии появляется следующая участница. Кристина, 17 лет. Роскошные волосы и волевой характер. Два ее главных достоинства. А еще она неисправимая кокетка. Держитесь, парни, и бойтесь соперницы. Самая красивая я здесь. Самое внушение, самая хорошая вещь. Ну, смотри, больно падать. Самые красивые мы тут все. Да-да-да. Главное не сомневаться в этом. Ой, ну что, девочки, хватит уже этот балаган. Мы все-таки пришли сюда за мальчика. И давайте выбирать за 100, потому что 500 было, 300 было. Хватит. Смотрим за 100. Ярослав. 28 лет. Романтичный повар. Умеет из трех продуктов сделать кулинарный шедевр. Обожает девушек с хорошим аппетитом. Верит в вечную любовь. Прикольно, прикольно. 28 уже есть потенциал. Я играю. Хм, готовят за 100. Посмотрю. Ну, давайте поиграем. Смотрим, что там интересненького. А я люблю поваров. Если он еще и голый будет готовить завтрак. Ммм, романтика играю. Да, романтика мне тоже нравится. Я оценил себя в 100 баллов, так как хотел, чтобы девушки увидели, какое я есть на самом деле, при этом не завышая оценку, чтобы они сами поставили мне достойную оценку. Я же говорю, что-то принес. Вау, блин, в контейнерах принес. Да, в контейнерах. Привет, привет. Я к вам с подарком. А что ты там приготовил? А, еда, блин. А вы сейчас попробуйте. Я приготовил это с любовью. Вот сегодня утром для вас старался. Поэтому... Круто. Ничего себе, какого молодец. Я даже вот учел такие моменты. Детка, ты офигенен. Ты серьезно готовил? Я не верю тебе. Ты точно это сам готовил? Или в ближайшем ресторане закупился? Я не люблю по ресторанам ходить. Я не особо доверяю остальным. Ребят, смотрите, там... Канапе. Вот... Я буду брать, да, да, да. Ва-банк. Ммм, очень вкусно. Иду ва-банк. Я, пожалуй, тоже ва-банк. Смотри, все, короче, за тебя хотят, да? Ну, к сожалению, у меня машина одна, и я один, поэтому... Посмотри, я здесь самая молодая и самая красивая. Я иду тоже ва-банк. И самая скучная. Да. Ну, мне вот, ну, не очень эти тарталетки... С твоим ростом нельзя много есть. Ты их даже не пробовала. Да, и ростом ты что-то как-то... Как, короче... Не моё ты. Каждому своё. Нужно, мне кажется, уже просто подводить в итог, потому что много разговаривать это уже лишнее. Лучше кушать, чем разговаривать. Поэтому... Ты знаешь, что выбрать, точнее, кого выбрать самое лучшее, самое достойное, конечно же. Выбирай. Идём со мной. Да, конечно, идём. Пойдём, красавица, покатаемся на машинке. Откормишь её. Да, да, да. Да, хорошая такая. Друг другу может откорбить. Пока-пока. Девочки, желаю вам удачи. У меня самый лучший мужчина. Давай-давай. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Пока-пока. Пока-пока-пока. Ксения хорошая девчонка и по достоинству оценила мои кулинарные способности. Как минимум, мы с ним подходим по возрасту. И, как оказалось, он ещё очень вкусно готовит. Она симпатичная девушка. И конкуренток, мне кажется, по её типажу на передаче не было. Я считаю, что мы с Ярославом очень интересно подходим друг к другу. Мы хорошо смотримся. Поэтому мы будем стараться развить наши отношения дальше. И уже будет видно. С Ксюшей, может быть, что-то и получится. Будет зависеть от её настроения. Эх, девчонки, я бы хоть поела, поржала. А вы пришли под конец и ничего не выбрали. Дура. Я не встретила свою любовь на проекте, конечно. Потому что, ну, просто не мои типажи. Либо если у мальчика какие-то таланты, он меня заинтересовал, он слишком маленький для меня. Выбирать, кого попало, я не хотела. А что там было вообще, не мой вариант. Ой, да господи, мне эти парни вообще нахрен не нужны. Ну, хотя бы я поела вкусненько. Лучше быть одной, чем с кем попало. На проекте была девчонка, которая раздражала и бесила меня больше всего. Её зовут, по-моему, Матильда. Матильда вроде как бы так её зовут. Вот она. Господи, просто колхоз какой-то, короче. Такая неприятная особа. Я как только пришла на эту программу, увидела этих малолетних кошелок, поняла, что я намного круче и лучше их. И поэтому они меня так и испугались. Они как курочки. Ку-ка-ку-ка-ку-ка. Все девчонки уже были старые. У меня не было конкурента. Конкурентка я сама себе. Я бы пришла бы на этот проект вновь, потому что надеюсь, что найдётся тот единственный, за которого мне стоит побороться. Получилось так, что я не нашла свою любовь. Так что, да, я, в принципе, пришла. Хотела бы поучаствовать в этом проекте. Интересно поискать ещё молодого человека. Я приду ещё раз к вам, я не буду отчаиваться и ещё найду свою любовь. Субтитры сделал DimaTorzok